Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где мы каждый день размещаем большое количество аналитического контента. Вчерашний день, как мы уже привыкли для понедельников, это отсутствие каких-либо значимых макроэкономических отчетов. Поэтому мы в понедельник работаем с фоном, который тянется либо с прошлой недели, либо с выходных. Тема с выходными актуальна для рынка криптовалют. Поэтому, если вам интересно, сегодня мы можем затронуть тему перспектив биткоина. Пару слов я точно скажу. Сегодня на повестке экономического календаря несколько релизов, на которые стоит обратить внимание. Это статистика по еврозоне. В частности, в 9.00 выйдут данные по промышленному производству в Германии. После того, как накануне мы получили очень слабые цифры по производственным заказам в Германии, практически 100% вероятность того, что промышленное производство в целом также разочарует. И если вы, опять же, прислушались к моим прежним рекомендациям относительно евро и согласны с тем, что европейская валюта сохраняет потенциал для еще большего снижения, то сегодняшний релиз может стать дополнительным аргументом в пользу того, что евро действительно нужно шортить. Далее, в 12.00 индекса бизнес-оптимизма ЗЮ. Обычно это блок статистики, оценка экономических условий, перспектив, общий бизнес-оптимизм. И эти данные тоже, друзья, нужно понимать, представляют собой оценку перспектив Германии со стороны крупнейших бизнесменов, которые, прежде всего, связаны с промышленным производством. То есть, все взаимосвязано. Если мы говорим о слабых цифрах по промышленному производству, конечно же, бизнес-оптимизм тоже должен оказаться существенно хуже, чем значения, которые мы видели в прошлый раз, которые так были далеки от идеала. И повторить тенденцию наличия вот этого нисходящего тренда, указывающего на то, что экономика валютного блока продолжает переживать не самые лучшие экономические времена. А если дальше раскручивать вот эти риски, угрозы, причины, из-за которых так много скепсиса сейчас в отношении перспектив еврозоны, мы тут же вспомним про риск нового штамма коронавируса Omicron, который актуален, который представляет серьезную угрозу хотя бы еще, потому что очень мало информации о нем. И мы копим эту статистику, копим подтверждение, либо напротив, опровержение. Заразен ли он? Распространяется ли он так активно, как считали, так быстро, как считали пессимисты? И с каждым днем информации все больше и больше, друзья. Ну и с каждым днем все больше прецедентов того, что многие страны начинают считаться с этой угрозой, соответственно, идут на повторные ограничения, которые бьют по перспективам роста этих региональных экономик, ну и в целом по всей мировой экономике. В отношении еврозоны, с учетом тех данных, которые я уже отметил, по евро ставка на снижение ранее была обусловлена не только тем, что мы оценивали контраст монетарных политик Федрезерва и ЕЦБ. ЕЦБ, как вы помните, пока не торопится что-либо делать с политикой в плане сокращения экономических стимулов РС в одном шаге от того, чтобы сократить программу количественного смягчения. Я снова повторяю, друзья, что не забывайте про риск ковида, смотрите на макроэкономические данные, на которых нельзя отстроить идею роста евро, потому что статистика хуже некуда. И все это в сухом остатке пока что лично для меня является хорошей базой сохранения шорта. Если вы согласны, то давайте вместе топить за идею снижения главного валютного риска и ждать поддержку 1.10. Бэнк оф Америка накануне подтвердили, что эта цель актуальна. По другим идеям, сделка индекс доллара 96.23 особо за последние три дня ситуация не изменилась. И сейчас, я думаю, что не стоит рассчитывать на какую-то повышенную волатильность доллара, потому что все замерли в ожидании, друзья, вот этого заседания ФРС, которое состоится 15 декабря. Там уже будем смотреть по факту, какие решения будут приняты. С учетом тех данных, которые ранее мы получили по снижению уровня безработицы, по АСМ, мощнейшему АСМ производственного сектора в сфере услуг, где максимумы за десятилетия. Это база, на которой можно отстроить решения по сокращению экономических стимулов, в частности программы количественного смягчения. Но самое главное, друзья, это рост инфляции, который бьет рекорды за тоже десятки лет. И, кстати говоря, перед заседанием Федрезерва, которое состоится на следующей неделе, у нас в эту пятницу данные по инфляции, которые тоже 100% вероятность того, что окажутся на новых максимальных уровнях и тем самым еще больше приблизит решение Федрезерва по сокращению экономических стимулов. Поэтому, кстати, в отношении евро потенциально крепкий, сильный доллар и еще одна причина, почему евро будет снижаться. Золото 1778. Рекомендую смотреть на Кайман. Друзья, новые такие экстремумы по этому индикатору. И идет сейчас мощное накопление. Мы видим то, что золото зажато в консолидации по торговке в 10 долларов. И будет серьезный выход из этого канала. Либо на этой неделе, либо уже по факту заседания Федрезерва. Но я пока склонен полагать, что мы сначала с вами точно прогуляемся долларов на 30-40 вниз. Это как раз соответствует цели 1750. Что касается других активов. Рынок нефти 73-66. Я ранее рекомендовал шортить нефть, потому что оценивал вместе с вами спрос и предложения. И на основании текущего новостного фона пришел к выводу, что действительно правы эксперты многих банков, которые сделали акцент на серьезный переизбыток, который может возникнуть уже начиная с конца этого месяца по первого квартала 2022 года. Если, опять же, новый штамп станет причиной повторных ограничений, это подорвет спрос больше, чем на 2,5-3 миллиона баррелей в сутки. А параллельно с этим мы видим, как растет предложение посредством продажи стратегических резервов ключевых потребителей нефти и посредством роста нефтедобычи в странах ОПЕК+. Почему же нефть выросла накануне? Я связываю, друзья, этот рост с реакцией рынка на сообщение о том, что Саудовская Аравия перехватила баллистическую ракету, которая была выпущена в направлении столицы Ильяда. Это вернуло сразу же на рынок фон, связанный с геополитическими рисками на Ближнем Востоке и, конечно же, стало причиной локальной бодрости Брента и WTI. Но события на Ближнем Востоке быстро появляются, быстро сходят на нет. Поэтому, если вас интересуют именно долгосрочные посылы, вы должны смотреть на системные факторы, которые по-прежнему вращаются вокруг соотношения спроса и предложения, рисков, связанных с ковидом, и действий, которые предпринимаются ключевыми потребителями и производителями в отношении именно потребления и уровня нефтедобычи. Здесь, мне кажется, очевидно, что риски смещены в сторону того, что спрос будет отставать. Ну и что касается биткоина, который сейчас чуть выше 50 тысяч, при этом лоу мы видели на выходных в районе 41,500 долларов. Соответственно, фон, который стал причиной снижения всей криптоиндустрии, связывают с очередными сообщениями от китайского девелопера Evergrande. В частности, руководство компании сообщило о том, что может не выполнить свои долговые обязательства, нет гарантии исполнения этих долговых обязательств. Поэтому у инвесторов есть все права, чтобы заявить и выразить претензии, опять же, в отношении банкротства, поднять вопрос о банкротстве компании. Я некоторое время назад допускал, что такое может случиться, что многие инвесторы, просто даже обладая железным терпением, в какой-то момент перестанут верить словам компании, именно руководства относительно того, что ситуация улучшится и все долги будут покрыты. К сожалению, долги только лишь нарастают. Учитывая масштаб этого долгового обязательства, 300 миллиардов долларов, понятно, что финансово-экономический кризис может случиться и накрыть, опять же, не только китайскую экономику, но и все другие регионы. Как со всем этим связана криптоиндустрия? Дело в том, что многие стейблкоины, точнее, эмиссенты стейблкоинов, скажем, связующего звена между классическими, традиционными деньгами и криптовалютой, тоже занимаются инвестиционной деятельностью. И есть уже подтвержденные факты, что у ряда этих компаний, которые имитируют всем известные аналоги доллара, вкладывали и инвестировали средства в сектор недвижимости Китай, и в том числе в облигации компании Evergrande. Если будет дефолт, то цепная реакция последует по всему земному шару и больно, друзья, будет на всем. Поэтому рынок криптовалют сейчас под ударом. Я думаю, что лоу мы еще не добили. Будет значение еще пониже, особенно если усугубится фон, связанный с ковидом, омикронным штаммом, который провоцирует дополнительные распродажи рисковых инструментов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!